новости из израиля хотя они конечно больше новости от наших настоящих либеральных пацифистов но уж коли они преимущественной массы сейчас там короче говоря наши инагенты на водах мертвого моря совершенно просолились буквально от макушки до пяток что привело к кристаллизации того что в приличном обществе принято называть мозгом ибо такое даже нарочно не придумаешь только под кристаллизацией 2 мая на сайте тель-авивского университета появилось следующее сообщение центр изучения россии при тель-авивском университете начал свою работу чтобы более или менее серьезно поговорить о будущем россии джи россии намерен заняться новейшей истории россии экономической политической социальной культурной период который интересует институт начиная с 1991 года когда произошел распад ссср и россия появилась как отдельное государство поняли да нас будут изучать и препарировать в израиле великие либеральные умы в эту компашку входят социолог и бывший декан факультета социологии московской школы социальных и экономических наук виктор вахштейн инагент политолог александр баунов инагент который в рамках программы центра продолжит свои исследования структуры российских элит экономист и замглав вреда коммерсанта митрий бутрин литературовед и публицист александр архангельский а вдохновителем всей этой вакханалии и идейным создателем стал никто иной как чубайс назвавший свое детище просто и со вкусом чубайс project неугомонный товарищ как вы думаете стоит ему напомнить чем закончились и его прошлые project и центре изучения россии полагают что у нашей страны было несколько историй и все они по какому-то недоразумению между собой не связаны так в кристаллизированных головах либеральных просветителей существует например некая история изменений в российском обществе на начальном уровне далее идут другие части истории экономической которые включают себя первым этапом успешно реформирующийся экономику вторым отсталую заправочную станцию третьем поле битвы силовиков с олигархами следующая глава расскажет нам сказку о том что в россии произошла трансформация русской культуры от возвращения религии до возникших сейчас культов агрессии и всю эту дребедень они называют русистистика кто ничего не уразумел из вышесказанного садитесь 2 мы пожалуй тоже рядышком присядем или пойдем и утопимся в мертвом море потому что проще утопиться чем понять о чем нам пытаются сказать псевдонаучные кристаллизированные умы задача центру поставлена на ухры мухры докопаться до сущности россии чисто в академическом смысле где культурная составляющая не будет противоречить политической а социальной экономической и в этом они видят определенную сложность поскольку признают что некоторые события стали для великих предсказателей полной неожиданностью а надо было в школе хорошо учиться ключев еще когда сказал что умом россию не понять но товарищи не унывают и предполагают изо всех своих сил что уж коль в тель-авивском университете сейчас работает новая исследовательская группа они все же смогут докопаться до истины и ответить на животрепещущий вопрос что происходит в россии чтобы потом животрепетать уже с полным пониманием ситуации а мы еще раз напомним ключев вам в помощь и деньги сэкономите нервы главный редактор закрытый ныне радиостанции эхо москвы алексей венедиктов инагент на своей страничке в соцсети хлопая в ладоши подпрыгивает радости может быть даже по такому великому случаю причесавшись запустил слова чубайса который вот это вот все ему прокомментировал так россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположной очень важно сейчас встать над эмоциями личными судьбами и политическими предпочтениями попытаться заново понять нашу новейшую историю чтобы не повторять сделанных ошибок только так можно получить уроки которые будут по-настоящему востребованы в будущем без комментариев господа без комментариев друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео а